Добрый вечер всем любителям Доты, с вами Юнит и я приветствую вас на трансляции АМ-серии Старладера сезона 24. Накануне 650, хотел сказать 1000, но пока нет, просто 650 баксов. И сейчас мы будем наблюдать за полуфиналом данной лиги, данного турнира и противостояние команд Magic Hands и коллектива Black. Противостояние пойдет в формате Best of 3, соответственно до двух побед мы либо посмотрим 2-1, либо 2-0, это уже как, как говорится, команда нам покажет. Magic Hands, команда которая автоматически прошла в полуфинал, соответственно Black начинала у нас четверть финального этапа. И вчера прошли они своих соперников, команду Cousation и сейчас оказались здесь. Ну причем прошли они своего соперника прошлого довольно уверенно, посмотрим окажутся ли им по зубам MMGG. По драфтам давайте посмотрим. Magic Hands запрещают Вивера, Виспа, Андаинга, Некрофоса и Гулю. Ирф Шейгер и Тиния уходят к ним в копилку, а Black у нас отправляют на скамейку запасных. Бруду, Энчантрыс, Урсу, Фантом Лансера и первыми двумя пиками забирают пятую и четвертую позицию, это Силенсор и Дарквиллоу. Так, ну мы видим, что все более-менее круто, ну не более-менее, а очень круто у Black, они прям самых сочных суппортов себе забрали. Magic Hands себе Рушейгер берут, это четверочка, ну не предположительно, практически 100%. Мы-то знаем, как сейчас мета, как она себя чувствует, вообще что в ней происходит, скорее всего это четверка. А вот Тиния уже, буревая, вариативный парень, он и в мид может и в сложную пойти линию, а там уже будет видно. Думаю, что Magic Hands как раз себе его взяли для удобства постройки остальной части драфта относительно этого персонажа, потому что он опять же может уйти на разные позиции. Запрет Клинкза дальше от Black. Так-ка, смотрим, что Спектр еще не забанен, и это на самом деле странно, потому что ну крайне сильно она все равно, вот эти все метовые персонажи со The International, которые были очень крутыми, которых понерфили, и которые все равно остались очень крутыми. Это и Вивер, это и Спектра, вот два самых ярких примера, которые приходят в голову. Сайлзер тоже пострадал, Дарк Виллова пострадала, практически все на наших экранах герои, которые сейчас присутствуют, они все были понерфлены. Однако это не повлияло на их популярность, и каких-то вот прям таких гостей в мете новых не видно, я бы сказал, после International. Сейчас мы смотрим квалификации к нему, сейчас мы наблюдаем в разных регионах игры, и везде в принципе плюс-минус одно и то же. Там только у некоторых команд в СНГ и в Китае начал Dragonite частенько на мите появляться, а в остальном все плюс-минус то же самое. Минута с лишним, бонус тайм у Блэк. Они взяли суппортов, можно, например, третью позицию по дефолту открыть, идти по накатанной, и так вот просто по шаблону шагать от пятой к первой позиции, там либо к мидеру, как будет удобнее, скорее всего, к мидеру, кстати. Ну вот много времени тратят на третий выбор. В пуле еще находится кто? Не знаю, Некрофа забанен, сразу же он вспоминается. Кто у нас еще из интересных оффленеров есть? Ну, берет Брюмастера. Брюмастер, безусловно, в голове держится каждого драфтера и каждого аналитика, каждого комментатора, потому что всегда он может появиться, но не пользуется прям огромной популярностью. Прикольно взять, когда против иллюзионистов играют, потому что что-нибудь с диспеллит, в скопах иллюзия. Прикольно взять, не знаю, когда, например, против, там, любого самончика, те же Галима Варлока теряют половину здоровья. И уже прикольно. Ну вот, ТХД появляется тоже редко, намного реже, чем тот же Бэйн, например, который имеет место быть в качестве пятой позиции в пике игроков. Кто там у нас еще? ЦМочка, Винтер Виверна, вот эта золотая, наверное, сейчас строится, это Винтер Виверна, Саненсор и ЦМка. Не побоюсь этого слова, ЦМка, как-то непонятно, а вот Винтер Виверна и Саненсор точно самые классные, точно самые прикольные и появляются чаще всех на позиции суппортов. Блэк сейчас будут вынуждены брать первого кора. Будет ли это Кэрри, будет ли это Миттер, мы посмотрим, но я думаю, что все-таки с Кэрри они откроются. Ясно, что вместе с ним на линию пойдет Саненсор, возможно, в начале трипла Дарквиллоу поможет своему, ну, заспейсит своему Кэрри, естественно, там, позвонит оффлейн и так далее. Как-то так это будет работать. Ну, спектру давайте уже и все, да. Ну, нельзя просто так обделять вниманием эту девушку, эту мадам, и если она не запрещена, то почему бы и не взять. Крайне сильная в лейте, я думаю, что самый, наверное, сильный персонаж в лейте, не знаю, что можно придумать еще хуже, чем эта дисперсия, чем эта дизалейт. Ты просто прилетаешь на любого героя перманентно и его начинаешь уничтожать, особенно если получилось добраться до Рэдианса. А вот ответ уже интересный. Ответ уже интересный. Это мипа для Magic Hands. У них... Так, сейчас я вспомню. Мидера они поменяли с последних игр, которые мы с вами наблюдали у этого коллектива, поэтому, кто сейчас там играет в центре и как там с мипа вообще идет, я не в курсе, если честно. Помню, что мастери очень любят на пугне в оффлейн ходить, но здесь мы ее, скорее всего, не увидим уже. Хотя все еще может пойти тени на керриас роль, например, и пугнув флейн может зайти на ласт пик, почему бы и нет. Против спектра, кстати говоря, она очень и очень неплохо смотрится, потому что магическим дэмэджем спектра совершенно замечательно пробивается. Растут резисты к физ ДПСу, потому что ловкачи, потому что набираются статы, потому что растет броня. Ну а с магией ты ничего не сделаешь и с этим придется считаться. Не знаю, будет ли такая рокировочка от Magic Hands, но я думаю, что если они возьмут эту пугну, они будут отчасти рисковать. Потому что тени фармящие, это что-то очень хорошо забытое старое. Смотрим на дополнительное время. Всего лишь 29 секунд остается у Блэк, в то время как Magic Hands 2 с лишним минуты. Они только сейчас начинают тратить свой бонус тайм, у них есть просто колоссальный запас по времени, чтобы решить с ласт пиком. Ну, керри нужен. Керри, который в перспективе сможет как-то со спектра конкурировать. Урса в бане, Фантом Натер в бане, Клинцу в бане. Все самые популярные ребята сейчас запрещены, что делать неясно. Есть какие-то, не знаю, морфлинги с Вен еще в теории. Геррокоптер, ну, про него все забывают, когда Висп в запрете находится. Прошу прощения. Все забывают, когда находится Висп в запрете, поэтому что поделать. Гера, наверное, тоже не очень зайдет. Magic Hands, что-то здесь нужно придумать. Может быть, Аркварден какой-то? А тролль-варлорд? Тролль-варлорд. Ну, да, опять же, парень, который любит раны драться, после получения шестого уровня уже готов что-то делать. Особенно, если ты собираешься не через Blade Mail, ой, не через, пардон, Battle Fury, а какая-то Яша, либо Мом, что-то из этой серии. Драться уже можно, статов много и урона тоже будет много. Адмирал Кунка. Ласт пик для Блэк. Ну, сбалансирование, конечно, выглядит пик сейчас у Блэк, скорее всего. Но вопрос, получится ли затянуть. Получится ли затянуть, потому что Мипа, тролль-варлорд, это те ребята, которые будут тебя душить с самого начала. И как заспейсить спектры, как оставить ее вот в том самом спокойствии, в том самом статическом фарме, чтобы она добралась до, там, Рейденцев и Монты. Вот это все истории, которые мы с вами прекрасно знаем, чтобы она тебе игру выиграла. Пока непонятно. Я думаю, что Magic Hands против этого, и они будут прилагать все усилия, чтобы спектра до этих самых артефактов не добралась. Так, ну, Мипа в центре будет стоять против Кунки. Понятная идея, здесь можно и на Торрентик всех сразу подловить, склоны. Здесь можно и стать Брингера, неплохо урона носить с Плэшом. Не нужно бить какого-то конкретного парня. Но, тем не менее, если играть неаккуратно, то после сетки пуфов ты никуда не уходишь. Напоминаю, что есть замечательная пассивка у Мипа, которая дает замедление, которая много, много всего плохого в твою жизнь вносит. Поэтому ультимативная тралля Варлорда, Мипа начинает бить, он бьет больно, физ ДПС, работает постоянно пассивка с ударов разных Мипа и так далее. Вот, и ты просто не идешь, ты стоишь, ты погибаешь, грустишь и проклинаешь судьбу за то, что тебе пришлось играть против такой пары коров. Ну что, Magic Hands против коллектива Black, счет 0-0 и мы начинаем эту встречу. Дефолтная пауза. Этим нас не удивишь, здесь мы, конечно, прожженные ребята. Пауза ставится, ставится она от коллектива Black. Здесь ребята решили какую-то паузу. А, там дисканник случился, оффлайнер, окей, все ясно. Ну, будем ждать, будем надеяться, что все поправится. Интересно, интересно, Мипа против Кунки. Кто как отстоит, у кого хватит мастерства в самом начале, с самого начала захватить инициативу, начать доминировать на линии. Ну и Крипчик, естественно, заработок золота и так далее. Все это будет очень и очень большую роль играть. Еще интересен перспективный билд от Мипа. Потому что это может быть что? Это может быть даггер, потом фаст шотган, например. Это могут быть статы, как когда-то нам показывал тот самый Эббит, который собирал сколько там? Три-четыре Дрэгонлендса. Чтобы просто дешевые статы себе собирать. Ты бегаешь, всех бьешь, тебя не убить из-за того, что много хп, много брони и так далее. Ну вот такой вот парнишка. Сейчас пойдет в центр, будет разбираться. Без шмоток, грустный такой. Но это не умаляет его искусности в игре на этом персонаже. Так, что у нас еще интересного в Мастере? Тот самый Мастер Пугне, про которого я говорил. Сейчас он пойдет на каменном парнишке, крошечном, в сложную линию. Помогать ему там будет Earthshaker, предположительно. Поэтому, в случае чего, дефолтные Тосы плюс отрезающие фиссуры. Если будет получаться делать круто. Если не будет получаться, все равно есть классные нюки. Есть достаточное количество урона. Единственное, мана Тини будет против этого. Но мы видим, тут хотя бы есть манга в запасе. Ну а у Шейкера там что есть? Шейкерос, где там спрятался. Вот он с краю стоит. У Шейкера есть две кларетки. Но это, скорее всего, для себя, не для Тини в первую очередь. Но, тем не менее. Вот такая вот пара, у которых очень-очень все тяжело с монопулом. У которых все очень и очень плохо с монопулом. Спокойные игроки чаще принимают правильные решения. Ну, естественно. Это одно из главных, наверное, требований к соревновательной Доте. Если вы вдруг решили поддаться в киберспорт. Решили посвятить свою жизнь игре Дота 2. Поэтому вам не стоит принимать, скажем так, решение на горячую голову. Нужно всегда сохранить спокойствие. Сохранить холоднокровие. И тогда у вас все в жизни будет замечательно. Силенсор. Лучшая пятерка на данный момент. Самая, наверное, желанная и востребованная. Наконец-то мой любимый Силенсор стал им. Стал метовым парнем. Я бы даже сказал ультраметовым. Ну и здесь мы посмотрим, насколько Блэк смогут реализовать Силенсор. Но я не сомневаюсь, что у них все круто получится. Тут, на самом деле, все очень и очень интересно. Здесь вроде как и Брюмастер довольно сильный. Здесь и топовые суппорты. Пятая и четвертая позиция. Здесь и Мереска. Здесь и Силенсор. Ну, Коры такой, не знаю. Зато Спектр есть тоже. Топовая первая позиция. И Кункевич в центре. Мне кажется, Блэки чисто по драфту должны здесь как-то разбираться и забирать эту карту. Ну, потому что будет очень и очень сложно. При принятии правильных решений в тимфайтах, при классной макроигре, здесь можно просто развозить суппортов по карте. С тролем тоже проблем не будет. Если будет достаточно ресурсов у вас в данный момент, и вы будете предпринимать правильные решения на начало драки, то с тролем тоже можно будет легко разобраться. Ну что, пауза отжимается. Отжимается пауза. Стартует наша игра. И давайте посмотрим, кто же на ком будет играть. Десижн. Четвертая позиция. Эрфчекер. В центр пойдет Мипа от Вандера. Внизу третья позиция Тайни от Мастери. И на топе дабл линия. Это Джакира. Пятая позиция от Салф Мотивейшн. И Янг Акиллес будет играть на тролле. Первая позиция. Ваши аплодисменты коллективу Мэджи Хэнс. Ну и их оппоненты. Коллектив Блэк. Победители четвертьфинала, вышедшие в данный этап турнира. Мидонли. Третья позиция Брю Мастера. Сейчас, одну секундочку. Здесь будет какое-то столкновение. Помогать ему на линии будет Мереско от точки. Не знаю, Дотс, точка, может быть, как-то так называть. Читать никнейм этого игрока. Далее, пятая позиция Салансер. Он внизу уже получается в лицо дерево от Тайника. Будет играть на Салансере кунг-фу Панта. И Соул, фармящая спектра в паре на кур-роле с кунгкой. От С. Аша. С. Аш. Что-то из этой серии. Так, ну что, пауза снова. Дисконнекта пока мы не видим. Возможно, нужно что-то обсудить. Что-то, какое-то недопонимание, технические вопросы и так далее. Все это списывается на паузу. Все это описывается регламентом. Поэтому разрешено. Ждем, терпим и так далее. Внизу стоит вард. Мы видим, что Тинни себе для безопасности уже воткнул об сервер. Чтобы понимать, что происходит вдоль линии. Ну, кстати говоря, довольно дефолтный такой. Единственное, что могут куда-то вот сюда поставить в центре. Проверять вот эту часть хайграунда. И искать там об сервере вражеские. Но, увы, такое бывает редко. Все-таки на таком уровне ребята стараются что-то менее дефолтное делать. И нежели поставят они там что-то в этой области. Они что-то пониже сделают. И минимизируют шансы обнаружения. Хотя вот этот самый вард вдоль линии, он прям часто встречается. Так, что сверху? Сверху у нас аккуратненько в логграунде за деревьями прячется Джакера. Не хочется здесь отдавать руну Брюмастер вместе с Мереской. Но на самом деле не знаю, что им здесь может помешать эту самую руну забрать. Потому что, представляете, это Клэп. Это Брамбл Мейз. По-моему, изейшая здесь должна быть. Для Радиант Блэк должны вверху руну забирать. Внизу пока под вопросом. Здесь Шейкер со Станом неудобно. Здесь Тинни со Станом неудобно. Но здесь Стана нету, потому что Тью Греб берется на первом уровне для Тинника. Ну вот Спектра с Сайленсером. Не знаю, решатся ли они отбирать эту самую руну. Ну а Миттеры у нас в этом патче. Уже последние сколько, наверное, два или три патча. Они просто будут блочить крипов в центре. И не участвуют в этих терзаниях за руны. В этих противостояниях. Ну пауза все еще стоит. Пауза все еще онлайн. 33 секунды. Осталось до звучания горна. И нам осталось какое-то неопределенное время еще просидеть на паузе. Мипа получает опыты золота, заработанные своими копиями. Но умирает вместе с любой из них. Ну это так. Для начинающих игроков. Если кто не в курсе, как работает вообще механик ультимативной способности этого персонажа. То если умирает какая-либо из них. То умирают все остальные. И каждый считается как герой. И соответственно нет права терять кого-то из них. Но с другой стороны все могут использовать способности и так далее. Способности правда там всего две. Но тем не менее. Тем не менее. Внизу сайленсер плюс спектра. Я бы вспомнил давлу лич плюс спектра. Которая уходит в убер дефенс. Которая просто, не знаю, агрессирует только когда к ним плюс один приходит на линию. А так они просто стоят в такой крепкой глухой защите. Формят крипов. Слишком сильно не агрессируют на соперника. Но и на них прогрессировать сложно. Потому что есть и замедление, и куча всякой мерзности. Это и перетягивание линии в свою сторону за счет сакрифайса от лича. Но здесь немножко другая история будет. Здесь сайленсер стоит. Поэтому в случае чего можно попробовать снизить хп-бары соперника. Там и курса, там и классные Glaives of Wisdom. Которые не агрят крипов на себя. И можно совершенно спокойно стоять соперника и харасить. Правда. Стоят они маны. 15 единиц. А у тебя всего 450. Нужно обязательно с умом распоряжаться данным ресурсом. Вопрос. Кто поставил паузу? Потому что если это опять команда Black, то у них регламентная пауза тикает. И сколько хотят они, стоять на ней естественно не смогут. А, дисконект мипа. Все, пардон. Это значит Magic Hands у нас. Поставили паузу. И как ты вообще пропустил тот момент, когда Wander отсоединился? Ну и пока обсерверы ставятся. Внизу мы прочекали обсерверы от Magic Hands. И в миду стоит тоже на хайграунде. Совершенно обычный, который будет давать информацию по руне верхней. И по части хайграунда, на которой передвигается обычно вражеский мидер. Будет очень удобно. Здесь мипа. И брасотетки можно попробовать на хг. И просто следить за передвижением кунки. Почему бы и нет. Интересно. Не должны же... Нет, не должны. Я думал, не пуфнутся ли иллюзии вместе с остальными клонами. А потом думаю, как это? Если нужно нажать спелла, и люди спеллы нажимать не умеют. Моментально вспомнил Chaos Knight, у которого работает рифт для всех иллюзий. Там откуда бы они у тебя не были. Главное, чтобы они были тебе подконтрольны. То есть это может быть там руна иллюзий, монтостайл и так далее. Вообще любой источник. Если у тебя есть подконтрольная тебе иллюзия, можно с помощью рифта их все к жертве притягивать. Кунг-фу-пан там. Видно его на том самом варде. Ну, я думаю, шекер. Тинни должны понимать, что все дефолтненько. Придут к ним именно эти ребята на линию. И можно быть готовым уже к тому, что придется гонять спектру. Придется брать ответственность на то, чтобы напрягать ее. Иначе выфармливает быстрый разик. И с вами уже разговор будет короткий. Самое неприятное там, конечно, наверное, будет миссы. Ну и там сбивание даггера. Там уже Тинни плюс шекеру. Это тоже уже очень и очень скудненькая история. Ну, пока что Вандер не вызывает. А, вот все. Только мы... Только я хотел посожалеть, что Вандер до сих пор нет. И он возвращается в игру. Поэтому, вероятно, совсем скоро мы продолжим просмотр. И, да. Пишет сенсор, что можно начать. Все. Игра стартует. Точнее пауза отжимается. Игра стартанет только через 30 секунд. Там еще и крипы выйдут. Там еще гонг. Произвенит много всего интересного случится. Давайте включим обзор обратно. И вверху тролль фейс-чекает. Тролль пытается понять, сколько же там персонажей. Все-таки видит пока Мереску плюс Брюмастера. Мереска плюс Брюмастер это настолько, блин, противная история. Когда они левел особенно получают, будут вот эти все Shadow Realm, Bramble, Maze и так далее. Мидональя начинает очковаться с Джакира. Параллельно внизу попытался подойти сюда Сайленсор. Ему дали отрезающую фиссуру. И, похоже, три забирают. Нет, не три забирают. Там очень классно сыграла Спектра. Обошла. И Соул здесь украл вражескую. По две. Все-таки команда друг другу оставили. Овершекир-то какой наглый. Он взял себе тапок на первом уровне. А здесь еще идти не подошел. Мастери можно пробовать забирать с помощью дерева. Соул стал хороший. Но там на лоу-граунд Соул бегает. И не хватает буквально 39 хп, чтобы уничтожить кэри соперника. А вот убить на нулевой Спектру. Это было бы вообще шикарно. Но здесь чуть-чуть не хватило урона. Еще бы, наверное, по два удара скинулись. Да одного бы даже удара на самом деле от Тини не хватило. От Чекира, может, и не хватило бы. А вот от Тини 100% было бы достаточно. Ну что, ждем перезарядки дерева. И пытаемся фармить дальше. Наверху мы видим задувки полетели по Мереске. Пытается всеми силами Брюмастер здесь помешать. Фармить с помощью второй способности Троллю. И это, кстати говоря, очень хорошо будет работать. Потому что, ну, блин, настолько мерзко, когда ты стоишь против Брюмастера. Ты не можешь не попасть по Крепу. Ты не можешь не попасть ни по самому Брюмастеру. И это прокает довольно часто, когда эти сплы прокачиваются. И, в общем, очень-очень печально. Там, за одно действие пива, действие сколько? Четыре с половиной секунды. Можно два разами слонуть совершенно спокойно. И можно так знатненько пригореть с этой историей. Дарк Виллу. Пока взяла Брамбл Месс. Мы видим, запас маны полный. Поэтому, соответственно, она его не использовала. Джакира начал с Дуал Брюс. Это такой, наверное, самый профитный. Самый агрессивно направленный спелл у ТХД в самом начале, который можно взять. Конечно, ты можешь взять бесплатный Ликвид Файр. Откидывать его раз в 20 секунд. По-моему, звучит очень-очень прохладно. Лучше уж потратить какое-то количество маны и пробовать гонять соперника так. Там и замедление, и периодические уроны, и вся вот эта вот история. Сначала лед, потом огонь. Или наоборот, там сначала огонь, потом лед. Ну, суть в том, что обе головы включаются в работу, и начинается жара плюс мороз. Внизу Шейкер еще имеет ману на одну фиссуру, и мы видим у него активный кларити. Напоминаю, что кларити у него было две, соответственно, одну уже он использовал. После следующей фиссуры с маной все будет очень и очень печально. У Сансора через 5 секунд появится курса. Можно будет набросить, попробовать это самое кларити Шейкер сбить. Если информация есть по тому, где он вообще находится. Ну, вот эту анимацию я сомневаюсь, что ребята видят из команды Блэк. Но, как знать. Квандер возвращается. Мипа здесь. Мы видим, что у Мипа все не так круто, как у Кунки. Ну, не так круто, сказал я. На 50 секунде. 1-2 против 1-0. У Кунки здесь получилось немножко подэнаить. Но, Мипа только полосит, удерживается на том же самом уровне. Видимо, что совсем чуть-чуть Кунка как раз за счет этих дэнаев опережает соперника. Ну что, гон, наконец-то. Ну, те самые симуляторы пауз, за которыми мы периодически наблюдаем. Такое бывает. И с этим ничего не поделаешь. Спасибо, говорит. Так. Нормально. Нормально. Возможно... Возможно, организаторы турнира это фейсит или что? Где-то лан от фейсита происходит. Вроде бы все. У всех все случилось нормально. Отлагало. Все подключились столько раз, сколько им нужно. И можно, наконец-то, наслаждаться дотой. Внизу фейсура мы видим лежит. Лоу-хпшные ребята из Рейдент. Однако мало также здоровья у Тини. На мастере он первого уровня. Дальше ничего сделать не сможет. Просто подходит и ласкетит крипов, потому что понимает, что ничем ему здесь спектра навредить не сможет. Все еще под действием Кларити находится Шейкер. Там параллельно где-то фласочку выпивает Сансер. И на фулл-хп вернется на линию. Сбиваются все возможные регенерации. Еще и атака по Тини неприятная. Сейчас лучше дерево не брать, потому что иначе курса продлится. Ласочка нажимается и снова будет противостояние дальше. Шейкер без маны. Регенерация у него не самая классная. И появится следующая фиссура. Ой, как не скоро. Наверху налог и пет. Тролль. Здесь совсем капелюшная Дарквилу влетает. Но троля был бы куда интереснее забрать. Однако только первого уровня Брюмастер пока ничего предложить. Он своему саппорту не может. Отходит назад Дарквилу. Попытается замансить от Джакира. Джакира накидывает Ликвид Файр. Там Кирсик Траунд полетел. Ребят, уже второго уровня. Абсолютно без маны. Джакиросу никак оттуда улететь не сможет Брюмастера. Ноль реакции вообще на ТХД. Продолжает бить крипов. А вот тролль хочет добрать эту самую Дарквилу. Она уже улетела далеко. Нажимается Кларити от Джакироса. Можно попробовать потом задуть. Как только манат регенерируется. Но, увы, тебе его сбивают. Замедление работает от Ликвид Файр. На товороте. Дракенброулер. Я постоянно путаю... Даркинхейз, пардон. Дракенброулер. Это третья способность. Это пассивочка. Постоянно путаю название. У Брюмастера вторая способность. Это, конечно же, Хейз. В миде 11 на 1 против 13 на 5. Все-таки под дынаем почему-то Кунг Кеевич. Вот прям стабильно лидирует над своим соперником. Мы видим, что, в принципе, и у того, и другого все неплохо. Такие косметические отличия. На пару... На 3-4 крипа максимум. Но, тем не менее, Кунг уже четвертый. А Мипа только третий. За счет этих самых задынаенных крипов. Внизу все бегают по лесу. По лесу это первая кровь. На Сайлансере его... Так. Ну да. Да. Здесь только вдвоем были. Тинни плюс Шейкер. Разобрались они с этим Сайлансером вместе. И первая кровь уходит в копилку Мастери. Тинни зарабатывает очень много денег. Мы видим... Уже с тапочком. Уже готов брать себе стики. Правда, не может подойти к боковой лавке, чтобы это сделать. Но, я думаю, в скором времени он это сделает. Берет дерево. Рядом помощи... Гречу насыпало. Сзади кто-то зашел. Или почему ты Гречу насыпаешь? Рядом помощи никакой нет. На базу пошел твой напарник, Эрф Шейкер. Поэтому тут, увы. Шадоу Ворд полетел. Параллельно Мипа где-то погибает с ним. Вообще Сол разбирается кунка. Что за жесткий парень играет сейчас в миди от Блэк. 1-1 счет. Пока Тинни понимает, что он небоеспособный в этой ситуации. Отходит он назад и будет просить помощи потом у Шейкера. Соответственно, вместе они окажутся примерно в одно время на линии. И попытаются какую-то агрессию устроить. Это спейс для Спектра. И мы видим Сол добивает Крепочкова. Делает он это безошибочно. И естественно, в первую очередь, в самый важный момент, он повышает свой Нетворс. А Нетворс Спектры это прямо пропорциональная величина шансу твоей победы скорее. Поэтому нужно обязательно об этом заботиться. Так, будет ли продолжение внизу? Нет, внизу продолжения не будет. А вот пуфы Мипа я слышал. Погибает Брюмастер на топе. Как раз Мипа туда и улетел. Слышал я пуфы в центре, а пуфы были наверх. Так, разобрались с Брюмастером. 1-2 за Мэджик Энс. И у тролля все очень круто на линии. У тролля на линии все очень и очень круто. Мипа, две штуки пока четвертого уровня. У Кунки все куда лучше по экспириенсу. Здесь уже шестой. То есть, тебя ловят на крест, тебя ловят на торрент корабль. И ты, скорее всего, должен погибать на самом деле. Ну вот сейчас, например. Раз, два, три. Ну, а какие шансы-то? А шансы-то какие? Появляется госшип. Появляется госшип у Кунки. Там огромное количество магического дэмэджа. Там настолько легко этим всем попасть. Ну ладно, не максимально легко. Для начинающего игрока будет легко. Но в целом, вполне себе не сложно. Подходить, наверное, не стоит. Хотя бы на радиус действия креста. Крест первого уровня. Безусловно, здесь Mark the Spot очень сложно достать. Потому что радиус, как мы видим, минимальный. Но, тем не менее, ошибку здесь совершает митер-команда Magic Hands. И отдает убийство Кунки. Уже второе. Внизу мы видим. Мастер опять себя не очень хорошо чувствовал. Поэтому вынужден сейчас выпивать заряды Ботла. Ребята разделили на двоих всю бутылочку. Распили, так сказать. В лесополосе. И надо дальше что-то придумывать. Фиссура кладется вроде бы неплохая. Хватит для контроля. Гречу засыпают. Санасора убивают. Это уже кильник сприд для мастера. Все очень круто. Со спектры пока так легко разобраться не получается. Она фармит в основном. Она старается абстрагироваться от всей этой истории. И просто зарабатывать деньги. Просто работать на победу всей команды. На топе атака по Брюмастеру. Его замедляют. Там еще точный аспас полетел. Кажется, краун работает. Джакир не будет подходить к троллю, чтобы его не застануть. Мы видим, какое количество миссов сейчас у тролля прокает по Брюмастеру. Отходит пока назад ребята. И Мэджи Хэндс понимает, что здесь никаким фрагом не придется довольствоваться. Руд на невидимости для Кунки. Скан был замечательный. Его видно. Было на скане. Вопрос дальше ли ошибутся. Мипа в позиции. Мипа готов. Кунка появился. Хорошо. Пока летит корабль. Нельзя. Какой аспас. Хороший. Он огромное количество времени. Сейчас и пространство выиграет. Полетели сейчас кетки. Сетки попадают по двоим. И тоже должен быть минус Брюмастер. Так происходит. Дальше можно затушить Кунку. Кунка седьмого уровня. Попытается уйти. Там Керс от Краун. Хороший. Хороший Керс от Краун от Дарквилл. Аспас, как всегда, точное замедление еще топорами от роля. Обошел аккуратненько Вандер колесики. Хотел сказать, кустики. И он забирает это убийство. Дарквиллу будет или нет отправляться в таверну. По всей видимости не будет. Так. Уйдет? Нет. Вандер. 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 Сетка. Нет. Не отпускает отсюда его Мидонли. Он уже появился, вернулся и добил. Здесь Критули нужна, кстати. Критули не было. Тоже, увы, уходит Джакира. Суммарно. Размен 2 в 1. Нет. 3 в 1. У нас погибал также и Брюмастер. Ну, неплохо. Здесь Вандер очень круто сыграл. 3 в 8 уже за Мэджик Энс. Это больше 1000 преимущества за ними же. Мы видим, у него моментально появляются ПТ. Есть 2 Врейс Бенда. Есть Брейсер. Опять же, те самые статы. А дальше в планах мы видим покупка Ашманта Стайла. Ну, по-моему, это, не знаю. Немножко не то, что он поставил. Не то, что он собирается, по правде, собирать. Вот, как это правильно будет сказать. А внизу опять какая-то драка. Внизу разбирают Спектру. Это уже мега килл для Мастера. Он может погибнуть, потому что Курса будет на нем еще долго работать. И, скорее всего, это убийство Квупанта забирает. Нет! Нет, Курса в последнюю секунду полетела. Я уже хотел просто быть шокированным. От того, как здесь может вообще выжить Тинни. Но нет. Нет. Никак. Он здесь не выживает и отправляется в таверну. Харда нет. Команда Мэджик Энс. Зарабатывать должен огромное количество денег за счет этого убийства Сайленсер. Сайленсер заработал 647 золота. На секундочку. Это тапочек плюс стики плюс что-то еще. А наверху опять драка. Наверху ультимативно от Брюмастера. Зацепили уже Дарквиллоу с ней. Разобрались. Она скоро появится. Булыжник полетел в траля. Нажимаются. Хороший. Айс пас. Замедление. Мидонли. Можно его попробовать еще забрать. Мидонли. Клэпает. Байт на клэп. Байт на клэп. Байт на клэп. Патролль-то, рейнджевик. Ты не забывай об этом. Убийство. Да. У меня нет никаких слов, как красиво все делают Magic Hands. Насколько они катят своего соперника. Насколько они чувствуют ситуацию. Вы просто видели вот эти вот танец степ. Раз, два. Это может быть вальт степ был. Я не знаю. Не особо разбираюсь, к сожалению. А тролли, когда он шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, шаг назад от этого Брюмастера. Просто гениальная ситуация была, я считаю. Абсолютно нелинейное мышление игроков. Профессионализм. Внизу он нажимает ультимативную, чтобы что-то сделать. А чтобы сделать что? Здесь видно сенсора. Рядом больше никого нет. Мастер подходит. Наверное, в миде хотел помочь. А в миде хотел помочь, потому что Вандер здесь погибает. Критулю получает в лицо от Брюмастера. Дальше хочется продолжение. У Брюмастера через 7 секунд будет следующий клэп. Он аккуратненько обходит айспаз. Все хорошо. Ну и догонит. Должен добирать. Да. Джекера никак здесь не замансит. Увы, Критулю сейчас еще прокнет. Да, и один удар остался. Два удара. Селф-мотивэйшн в таверну. Мидонли даблкил. Мидонли 1600 золота. И осталось немного до покупки Блинкдаггера. Параллельно внизу опять драка. Сайленсор должен погибать. Его здесь законтролили. Шаду Ворд полетел на мастере, но это никак его не спасает. 6-14-2000 за Мэджик Энс. Драки просто везде. Драки просто всегда. Кун как круто контролит баунти. Руну на секундочку. Он еще и вторую законтролит. Он вообще все законтролит. А его здесь... Нет, его здесь убить нельзя, к сожалению. К сожалению, действительно, здесь убить нельзя. Там госшипа не было. Нажимается эко-слэм. Как тут серьезно. Это ребята настроены. Гречу насыпали, но мимо Тос полетел. Хорошо, здесь мипа рядом находится. Нужно кидать сетки. Сетки полетели мимо и бэк. А вот Шейкера. Теперь есть госшип. Теперь ты, дружище, никуда не уходишь. Торрент полетел. Нажимается хаунд. Однако будет какая-то помощь. Шейкер, ты выжил. Керсед Краун полетела. У Андера пока контролит. У Андера много дэмэджа. По Кунке полетели. Кунка на развороте просто дает какую-то бешеную пичку. Здесь же Мастери. Мастери тоже должен отправляться в таверну. По-моему, здесь ребята задержались слишком далеко и слишком надолго. Мэджи Хэдс. Решаются двух коров. Третья позиция тоже кор. И отправляются в таверну вместе. Ну, это такое рядовое убийство. Шейкер уже здесь как бесплатная придача. Пошел в подарок, скажем так. Завернули его в эту коробку смерти. Ну и 9-14. Немножко экономическое положение поправляется. У ребят из Black. И мы видим, что практически ничего уже Мэджикэнс не бедут. Наверху. Легкое убийство на Джекеросе. Полетел Террорайс. Террорайс пока не используется. Глобал Сайленс. Внизу, по всей видимости. Нет, не внизу. Это как раз наверх. Наверх атака. Мидонли. Мидонли. Замедление. Мидонли. Мидонли. Тролль нажимает ультимативную. Но там кусты замечательные. Брамбл Мэйс не дает пройти до этого самого... Как это панда, да, скорее. В общем, до Брюмастера. А там Тос полетел. Тос неинтересный. Фиссура тоже неинтересная. Греча интересная. Это нормально. Я не знаю. Остановите, пожалуйста, этот поток убийств. Кто-то. Кто-нибудь. Ну, в центре, опять же, суппорт. Это все малоинтересно. Макропиры лежит. Там ребята потанцуют в лесу. И Кунка все равно это убийство должен забирать. А вот отпустит ли его вопрос или нет. Увернулся отец. Хорошо. Фиссура кладется. Очень неплохая. Это выиграет очень много времени для того, чтобы догнать этого самого Кунку. Полетел Тос. Полетела деревья. И все очень и очень плохо заканчивается для мидера команды Блэк. Сенсор подошел. Кинул курсу и понял, что делать он здесь больше ничего не может. Шрайн. 11-16. Мы видим топ-1. Винрейт, я хотел сказать. Нетворс на карте. Это Кунка, конечно же. Потому что клепает фраги. На саппортах направо и налево. На втором месте тот самый парень с офлэйна скиллингспри. Брюмастер. Ну, а там уже располагаются тройка коров команды Мэджи Хэнс. Мы видим, что ни тролль, ни мипа здесь никаким лидерством и не пахнет. Пути не даже больше денег, чем у мипа. На секундочку. Так, это у нас не настоящий. Где настоящие? На топе что-то происходит. На топе хотели забрать Дарквиллу, но не догонят. Не догонят. У него по-настоящей стоит вот. Пока у него ничего нового нет в инвентаре. Мы видим брейсеров Агилити. Ну, практически правильно назвал. В общем, вы поняли, о чем я говорю. Брейсерок на ловкость лежит. Дальше все-таки Яши и Монта Стайл. Пока непонятно зачем. Но для чего-то, по всей видимости, нужно. А зачем ультимативная тролль включалась? Вопрос. Чтоб крипов фармить, наверное. Скорее всего, так и есть. Дальше внизу. Нападение. Не ожидал тролль. Так много людей здесь увидит. Нажимается курса. Санс. Все, что есть далее, именно поэтому тролль варлорду. Он отправляется в таверну. Плюс 2 интеллекта для Сансера. На минус 2 и секью от тролля. 30 секунд без него. Дальше Джакира. Джакира тоже сыграл неаккуратно. Его возвращает. Минус половина хп пока. А тут еще и Клэп. А тут еще и Митонли с Даггером. Макропиру ты, конечно, положишь. Но всем без разницы на нее абсолютно. Все ребята просто отходят назад. Пингует, что нужно бы забирать вышку. А все это время Спектра фармит практически. Ну, хотя как фармит. 14 минут у нее только в ВГ начинает пахнуть как-то. Хотя бы как-то. Про Рейденс уже никакой вещи нет. Но это профессиональная игра. В профессиональной игре тебя по умолчанию будут душить, когда ты играешь на корр роли. Тем более на таком персонаже, как Спектра. В никаком случае спейса давать нельзя. Ой, Тинни нашел. Тинни как промазал мастера здесь гречкой. Это просто немыслимо. Замедление Стан и все по нему. Однако Сансер, по-моему, здесь своей жизнью пожертвовал. Замедление опять же. Дуал Бриз. Глобал еще нажимается на развороте. Пока зачем непонятно. Хотя так и по Тинни. Он очень статовый. Его не вернули даже. Даже тайминги неудачные были. Ни один из спелов кунки сейчас по мастере не попал. Не нанес демиджа. Вообще не интересно. На топе параллельно прилетает туда тролль. Его будут контролить. Здесь панды. Летают аж три штуки. Брамбл, Мейз, Бедлам. Вообще все, что можно, кидают в этого парня по имени Тролль Барлорд. Прилетает сюда также Спектра. Будет помогать. Вандер попробует разобраться. Там скоро Праймл Сплит закончится. Можно будет попробовать с самим Брюмастером разобраться. Клэп положили. Хорошо. Теперь клэпнуть. Теперь пупнуть. Теперь клэпнуть. Но там! Эхо Слэм! Однако! Это Рэнд! Просто Стайд Брингер Асэш разбирается. Дальше можно возвращать этого парня. И четвертая позиция Мэджи Хэнс отправляется вслед за своими корами. Отправляется она в Та Вэр. Что? Правильно. Ну. Практически в ноту получилось. Ладно. Минус 3. Минус 3 в размен на 1. Доминетик от Соло. У Соло все стало чуть лучше. Он заработал за эту драку примерно 700 золота. Можем в Фэд Крикапе посмотреть. 1300 суммарно на команду Блэк. И 260 только заработали Мэджи Хэнс. Минус никто не ушел. Однако увеличивается в пользу команды Блэк. Командное преимущество. И мы видим, что ВГ уже. Должно быть готово у Спектра. В Крикбайе Дарчест лежит Рэнд. Возможно даже Польша не будет докупать себе ВГ здесь Спектра. Потому что понимает, что резко все стало не слишком плохо. И можно в принципе-то и пофармить. Уровень вроде как есть. Дизалейт есть. Чё бы не полосхитить. Внизу там Джекирос бедный пытается уйти. Но там Гритуля. И увы, никуда ты не уйдешь. Селф Мотивэйшн в Таверну. Рядовые 250 золота в карман к Брюмастерам. Здесь как бы ничего не поделаешь. Ну а дальше. Равенство, кстати говоря, по убийствам. Мы видим, что Спектра выходит на третье место по стоимости. Это неплохие новости для Рэйдиант. Учитывая, что до этого Спектра была под всеми корами команды Дайер. Ну и теперь, соответственно, у Блэк ситуация чуть лучше. И перспективы дальнейшие, опять же, становятся лучше и лучше. С каждой минутой. Вандер в позиция. Глобал нажимается. А Вандер-то сможет что-то сделать или нет. А Саша далеко загулял. Он здесь слишком много врагов нашел. Однако корабль полетел неплохой. Параллельно тролль разбирается с крипами. Это тоже важная история. Дальше что? Моментально мы видим, какое количество экспириенса за Кунку ребята получили. Моментально все прокачали таланты. Там какие-то рядовые прокасты Орф Шейкера. Ему это вообще не страшно. Там и... Даггер имеется. Ну и похоже, все. Действие на этом драка закончится. Уничтожили Кунку. Не потеряли никого. Мы Джекэнд здесь вышли победителями. Никакого объектива они здесь не забирают. Вышка стоит. Там крипы... Хотя, кстати, можно было бы и забрать. Наверное, подойти тут к какому-нибудь Шейкеру, либо Троллю. Разобраться уже с этой Тир-1. Мы видим, она уже Денайбл. И просто так ее оставлять будет очень и очень опасно. Ребята не знают, будет ли ее кто-нибудь защищать. Ну, с Даггера заходит Шейкер и все-таки ее забивает. Да, ласкит работает. Хорошо. Санцер есть, но в Солон здесь ничего сделать не может. Мы, наблюдая от обзора команды Мэджикэндс, понимаем, что ничего там не видел Орф Шейкер. Но дошел и ударил. Тирорайз хороший наверху. Вот, двоих зацепил. Дальше возвращаю Тинни. Он очень статовый. По нему пока вообще не больно. А вот с Плэшем вы видели, как он как минимум удар. И теперь Тайтбрингером забирают суппорта соперника. Дальше Стан будет работать на Тинни. Вандер пока ищет кого-нибудь, кого можно пробовать. Теткой зацепить. Теткой он все-таки зацепил. Но тут Праймал Сплит, дружище. А ты еще на Торрент побался втроем. И Вандер должен проваляться в таверну, потому что одного законтролили вместе с Эпектрой. Они разбираются с ним. Минусный клоун по Одис. Есть же, но... Да. Ручекер туда же. В братскую могилу его скинули. И прям Тифайты как-то не удаются. Тифайты прямо как-то не удаются коллективу Magic Hands. Не то сочетание для них. Мипа плюс Троль. Как-то не могут они найти друг друга. А вот Кунка и Спектра прекрасно... Вместе с Брюмастером прекрасно действуют. А мы Глобал сверху накидываются на лица соперника. И вообще все круто. Кстати, возможно, в Манта Стайл на Мипа в планах это именно защита от Глобала. Потому что мы видим, не хватает только Ультимей Торбо. Который появится через 1600 золота. Ну и это довольно серьезная сумма для 19-й минуты. Придется ее где-то заработать. Ребята из Дайр нашли Тинни. Хорошо. Реализация Даггера от Мастера. Глобал нажимается. Ась подскладется на неплохое. Уже минус половина здоровья. Забашили еще Сэйч. Сэйч на хайграунде. Но все равно отправляется в таверну. Будет ли какая-то месть? Месть будет. Мидонли без мана запрыгнул. Нагадал Клэп. Должен в таверну направляться тролль. Минус 40 секунд его жизни. Дальше селф мотивейшн. Очень вкусная история. Однако проказ Тинни пошел. Полетел еще Эхо Слэм. Довольно больной. И Санцер тоже должен быть покалечен. Быть уничтожен. Кунг-фу Панта еще и за бодиблочен. Как мастерски. Эрф Шейкером. С ним разбираются. Проказ прошел от Дарквилла. Но увы ты сидишь в сетке. И тебя тоже забирают. А тут-то минус 4. А тут качели. Которые мы иногда видим. Кстати говоря. Довольно редко. Потому что обычно однокалиточные какие-то карты выходят. Здесь мы наблюдаем за тем. Что команды стоят друг друга. И оба коллектива совершают. Ошибки. Оба коллектива совершают очень и очень крутые мулы. И вот теперь выход на Рошана. Теперь выход на Рошана. Та самая ультимативная способность от Раля. Про которую я говорил в самом начале. Еще на этапе драфта. И мы видим как Вандер. Всеми своими тремя сущностями. Избивает этого самого Рошика. Пассивки обновляются. И можно спокойно здесь Аигис наверное собрать. Если никто против не будет. А против может быть Санцер. Но Санцер это такой себе возражальчик. Всем без разницы на него. Поцепили. Поцепили одного мембаря. Вандера это нельзя терять. Пуф работает. Нормально. Зацепили еще и Санцер. И спас. Но это так уже. Это так уже. Отходной как говорится. Однако. Даст ли тебе Тарквиллоу спастись? Скорее всего нет. Здесь все таки разобрались. Отошли все на Шрайн. Шрайн. Нет. Не на Шрайн. Отошли все. Просто убежали в разные стороны. Хилиться на базу и так далее. Мипаря параллельно подфармит дополнительный лес. И Шекер стягивается струной двойного урона куда-то вниз. На самом-то деле можно было бы эту спектру наверное и напрячь. С ДД. С Тотемой зарядить пару раз. Она бы я думаю испугалась. Здесь. Фиссура кладется. Хорошо. Продолжение. Нормально. Дальше. А ну здесь кстати с Мипа то можно. С Мипа то можно. С Мипа каждый может. Мы видим что Десижн все равно пострадал за счет Дисперсии. Дизаллит не работал. Но Дисперсия там дала знать. Шекер против кого он играет. То есть Мидонли как опасно влетел. Брюмастер взял себе Владмирс. После даггера вторым артефактом взял себе Мидонли Владмирс. Дает полезную ауру для тиммейтов. Для соперников ничего полезного не дает. Но вот этот иногда богом забыт артефакт. Все таки здесь оффлейнер команды Блэк. Собирает и показывает нам. Параллельно. С вышкой на топе разбирается тролль Варлорд. Он здесь в небольшой сприт пуш доту сыграл. И разобрался с этим строением. Дальше будет идти или нет непонятно. В принципе возможность есть. Потому что суппорта рядом под сейф будет. Здесь еще и эхо слэм 5 секунд. Поэтому почему бы и нет. Ультимативное есть. Побить глиф конечно у сил света имеется. Но хотя бы стянули сюда соперника. Ой, ахо слэм. Ахо слэм. Крипы-то сейчас подойдут. Крипы-то рано или поздно появятся. Пока диссижн не решается. Катапульта стоит. Курьер. Курьер. Это кто такой герой-то? Тине, мастери, что ты делаешь? Это был минус акрит релик? Серьёзно? Так, смотрим спектру. У спектра в инвентарии ничего нет. А в квикбайе лежит рецептик. Да, это минус акрит релик в курьере от мастери. Красавчик, АКСЛМ полетел. В кого? Непонятно пока. Понятно в кого. Это спектр, а спектр. Это практически погибает. Соул на лохп вылезает из микропиры. Очень больно ей было. Ультимативно пока не нажимается от брюмастера. Сейчас прожимает, наверное. Нет, отрегенил чуть-чуть ману. Намного урона получает тролль Варлорд. Но пока терпимо. Там где-то с ансором разобрались. И пошла так по середвостроению. По-моему, с этой секунды Мэджик Энс начинает всё брать в свои руки. Контроль также пошёл по Дарквиллу. Здесь куча ненаправляемых станов. Поэтому никуда ты, дружище, не уйдёшь. Там минус полстолба. Но, однако, с телепортацией в Шадоу Реалме у тебя получилось. Ладно. Хайграунд вопрос. Ну, наверное, рановато всё-таки. У вас, конечно, есть Оегис. Но можно разобраться с середвостроениями, например. В центре и внизу. Тролль ультимативную включил. Хорошо. Мастери тоже будет очень больно бить по строениям. Мы видим 15 уровень. Взял по талантам 30 к урону и 125 к урону от Эваланч. Шадоу Блейд плюс Даггер по артефактам у Тини сейчас. Ну, 182 белого урона на секундочку с деревом. Почему бы и нет? По-моему, вполне себе солидно. Сайлансер теперь для него вообще не проблема, по идее. Так, где ты у нас находишься? Тинник. Эваланч, давайте посмотрим. Урон 425. Плюс Тосс. 300, это 725. Ну, там, резисты немножко убавим, да? Ну, здесь ты ещё здоровья. Ты два раза ударишь ещё и всё, да? Хватает. Здесь проказ плюс два удара. И Тинни разбирается с суппортом соперника, который даёт глобальную ультимативную способность, действующую на всю твою команду. Кого-то как раз и не нашёл. Нашёл он Дарквиллу. Разница небольшая. Однако, Сэш его подцепил Тинни. Ему тут, ребята, это будут помогать. Типа, аут. Неужели сможет Тинни это сделать? Забашат, да. Застанели. Понимал. Здесь Брюмастер, что никаких других вариантов нет. Нажимается Праймал Сприт. Буллыжник полетел у зелёной панды. И минус лицо у Тинника. Ну, размин не суперудачный, безусловно. Минус две тысячи выигрыша. Решекер как-то себе прописывает в консоли, по-моему, ДД, если я не ошибаюсь. Вот, это хорошо. Это хорошо. Глобал нажимается. Однако, без ультимативной способности сейчас Брюмастер его может заколупать. Очень-очень быстро битмал. Нет, Медон, и никуда не уйдёт. Но прокал с кумки работает. Однако, его соцепили с помощью Джекероса. Даршай спас. Он очень статовый. Очень много хелспоинтов. Там ещё и Эвэйшн за счёт Алибарда работает. Но, однако, Вандер с ним разбирается. Это треплкилл для мизера команды Мэджик Энс. Это 24-31 и 9 тысяч командного преимущества за Дайер. Как они всё красиво делают. Как они всё красиво делают. Там внизу ещё тролль на хайграунде уже. Какими-то немыслимыми вещами занимается. Ну, можно продолжать, на самом деле, эти немыслимые вещи делать. Никто тебе не помещает. Ещё было бы круто подняться на АХГ. Ну, хотя вроде миссов я пока не вижу. Ладно, под Момом. Скорость атаки огромная. Появляется Сайлансов? Пока есть только Спектра. Кумки не будет. И кончается Аегис. Можно отойти. Хорошо. Можно отойти. Делает этот самый колл мастерем. Давайте отойдём. Байбэков у нас всё равно нет. Только у Джекироса. Хотя они не знают, есть ли у соперника байбэк. Это самое важное. Ну, можно тир-2 строение в мини забрать. Всё, Дорошана мы видим примерно ещё целых 3 минуты. Поэтому торопиться некуда. Просто забрать спейс соперника. Просто зафармить его лес и продолжать в таком же духе. Тролльц БКБ 16 уровня. По талантам 10 к ловкости и 3 к максимуму эффектов от Фивор. Здесь скорость атаки будет стакаться ещё больше. Ещё интересней. Джекирос подходит. Кидает Ликвидфайр. Неплохо. Его цепляет. Но дальше Брюмастер пока не идёт. Понимает, чем это может быть чревато. Есть Хаунд. Есть Радик у Спектра. Всё-таки Курьер. Сайленсер. А Сайленсер. А ультимативная. А ультимативная на перезарядке. Без ранницы БКБ. Нажимается. Эхо Слэм. Эхо Слэм. Божественный. На 15 миллионов долларов баш работает. Также по кунке он под БКБ находится. Но его можно забрать. Его можно забрать. Только урона не хватает. Ахлодит Несса. Тролль по нему пока урона тоже не хватает. Однако Шадоу Релмом хоронит. Кэри соперника сейчас Дарквиллоу. А там Мипа стоит. Крипов армит. А что ты делаешь? Тебя застанили. Дальше. Вандер. Сетка по спектру. Неплохо. Запуфаться и уничтожить Соло. Замедление по нему работает. Периодического урона хватит или нет? Пока хватает. Да, получилось. Вандер. Застанили. Тинни. Как помог своему тиммейту. Что они делают? Что делают эти Мэджик Хэнс? У них что? Волшебные руки или что? Я не понимаю. Эваланч по троим. Вандер спасен. Он выживает на 150-200 хп. И сейчас атака по хайграунду, от которой нельзя спастись. Хотя спектр может байбэкнуться. Брюмастер может. Дарквиллоу может. Спастись можно. Вопрос, хотят ли сейчас Блэк это сделать. Крипы наверху очень близко. Да, нужно нажимать байбэки, потому что иначе это минус 2, а то и минус 3 стороны. Минус милишный барак в центре. Нет, не минус милишный барак в центре. Далеко зашел Тинни. Разбирается с Силенсером. Если разобраться с Дарквиллоу, после байбэка будет вообще замечательный. Бэтлам включается. Довольно много урона по мастерису. Гоним сюда прыгает. Также Дисиджин с ним разбираются. Дальше. Полетело дерево. Но это всего лишь спейс для того, чтобы разломать... Нет, это не спейс, это убийство Дарквиллоу. Это все попытки снести в сторону. И это получается сделать. Это минус милишный барак. И практически минус ранжевой. 150 здоровья всего лишь остается у него сейчас. Все еще три героя в таверне. Урэдин. А Рошан у нас появится через 30 секунд. Примерный тайминг опять же тот самый. Пока точное время неизвестно. Мипа с тем самым мантастайлом, чтобы сбрасывать глобал в первую очередь. Что там еще можно интересного... Ну, X-Max Spot, по-моему, не развеивается. Никаким образом не спейрится. Поэтому идея плохая. Там минус шрайн параллельно тролль разбирается с ним. Вместе с Джекиросом. Liquid Fire работает. Fever работает. Поэтому почему бы и нет. Джекир 15 взял себе плюс 30 гнальности атаки. И 30% к экспиринс гейну. У тролля мы посмотрели, что здесь происходит в инвентаре. Яша БКБ есть. Дальше будет что? Дальше будет что-то, что уже летит. Это Саша Яша. Хорошо. Борщи статов. Борщи статов. Эффект взаимодействия от Саши. Опять же. Ну и смака. Видно, 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 видно. Было видно. Их можно сейчас поймать. Кунка. Видите, тинни, тинни с БКБ. Но здесь, блин, хорошее. Здесь можно с руки просто разнести лицо Сансору. Сансор должен погибать. Еще одно удар. Еще один удар. Глобал кончается. БКБ. Все нажали. Экослэм пока попадает только по спектру. Но этого достаточно. Это достаточно. Спектра без байбека. По-моему, это сейчас будет конечная. Хотя Кунка очень прочная. Его сложно сконтролились. Вандер пытается разобраться с пандами. А панды просто в ультимативной уничтожаются. Это минус Праймл Сприт. Замечательный торрент попадает по всем, по всем, по всем. Много ГВП. И понимают, ребята, из Блэк, что это была конечная. У них была вся информация по поводу того, как враг нажал смоук, но они не ожидали такой наглости от Тинни, который просто возьмет и с даггера запрыгнет к ним в, не знаю, в тыл. Прямо в середину, в общем, всей толпы ребят из Блэк. Победа за Мэджик Энс. Счет в серии 1-0. Напоминаю, что это серия Б-Стоп-3. Соответственно, как минимум, еще одну карту мы посмотрим. 29 минут и 9 секунд длилась эта карта. С вами Юнит, с вами Старладер. Уходим на небольшую паузу. И скоро вернемся.